Хорошее настроение, это тоже наша работа, и мы его создаем всеми возможными способами, а также нам в этом помогают люди, которые умеют это делать. Да, в нашей студии Александр Гильгорн, певец, человек, который, если ты смотришь, антуражно выглядит, мне нравится его стиль, да, и, конечно, он еще круто поет. Так что давайте мы поприветствуем, Саш, тебя в нашей новой студии, доброе утро тебе, порадуй нас. Здравствуйте, доброе утро. Да, конечно, твоим пением. Да, один из первых, ты будешь у нас тут петь в этой прекрасной акустике. Пожалуйста. Лучи в солнце укроет тебя, согреет утром нежным любя. Вокруг жизнь проснется и вмиг ошибет, твои заботы с собой унесет. Станешь счастливей с искринкой в глазах, слезы счастья блеснут на щеках. Жизнь принесет тебе свысока, радость души и все навсегда. Самый-самый лучший день уйдет печать тебе, самый-самый лучший день оставит мысли в стороне. Когда вокруг мир сожигается, и сердце счастьем наполняется. Самый-самый лучший день уйдет печать тебе, самый-самый лучший день оставит мысли в стороне. Когда вокруг мир сожигается, и сердце счастьем наполняется. Лучик солнца укроет тебя, согреет нежно душу любя. Открой свое сердце, не закрывай, яркой жизни нить не обрывай. Станешь счастливей с искринкой в глазах, слезы счастья блеснут на щеках. Жизнь принесет тебе свысока, радость души и все навсегда. Самый-самый лучший день уйдет печать тебе, самый-самый лучший день оставит мысли в стороне. Когда вокруг мир сожигается, и сердце счастьем наполняется. Самый-самый лучший день уйдет печать тебе, самый-самый лучший день оставит мысли в стороне. Когда вокруг мир зажигается И сердце счастьем наполняется Самый-самый лучший день уйдет печать тебе Самый-самый лучший день оставит мысли в стороне Когда вокруг мир зажигается И сердце счастьем наполняется Самый-самый лучший день уйдет печать тебе Самый-самый лучший день оставит мысли в стороне Когда вокруг мир зажигается, и сердце счастьем наполняется. Самый-самый лучший день будет тщательнее, самый-самый лучший день оставит мысли в стороне. Когда вокруг мир зажигается, и сердце счастьем наполняется. Александр Гильгорн! Саш, ну, честно, скажу тебе, как человек, который раньше пел, крутое исполнение. Вообще, я узнал, что ты автор-исполнитель. Может, должна уже отпустить давно. Нет, подожди, автор-исполнитель, да? Да, да, да. И у вас есть альбом? Я должна спасти. Их два. Очень приятно. Третий альбом? Третий ожидается, да, вторая часть второго альбома. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, я вот тоже слушала и думала, у вас так в жизни, вот, каждый день самый лучший? Вы так чувствуете? Не совсем. Не совсем. Не скажу я так. Но есть у вас какие-то механизмы вот так сделать, что так, взбодрился, взбодрился, побежал, улыбнулся? Как-то так можете себе вот взбодрить искусственно? Если в плане мысли брать своих, вспоминать такое что-то веселое, позитивное, вот тогда, да, что-то по поводу искусственного, ничего не могу сказать по поводу этого. Вот, думайте о хорошем, да, ваш рецепт такой. Так, хорошо, тогда вопрос еще по творчеству, кто вас вдохновляет? Любовь моя. А, из музыки? Ну, я меломан, я не знаю. Нет, 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 понятно, любимый человек, но все равно, может быть, кто-то исполнитель вас прямо двигает, вы смотрите на него, да, вот хочу, подражаю. Ну, как бы глупо не звучало, Стас Михайлов. Стас Михайлов крутой, крутой привет ему. Ну, в России такие говорят, в смысле глупо не звучало, Стасик наша любовь, поэтому вы правильно. Хорошая примерка. Хорошая стереотипы какие-то уже пошли. Ну, нет, женщины любят Стаса Михайловича, что вы говорите, ну, я вот, я узнавала, поэтому нормальный ориентир. Так, спонтанные покупки мы сегодня у всех спрашиваем, в вашей жизни как-то они возникают? То есть покупаете то, что потом говорите, а зачем я это купил? Да, мне кажется, у любого человека они возникают. Нет, так не, Саша, ну, красиво уходит, да, тема? Да, можете ли привести конкретный пример, когда купили, например, ну, коня там, глиняного, да, вот что-то такое, как в фильме, какого-то здоровенного коня, а потом дома очнулись, зачем он мне, вот, был ли такое когда-нибудь? Что-нибудь вспомните, можете? Ну, жена, там, говорится, зачем ты купил, Саша, да? Ну, где-то, костюм какой-то, что-то такое. Да, я даже, даже, если так сейчас не вспомню, на скидку-то. Да, мы поняли, это мужской подход, вот почему-то мужчины очень мало такого могут вспомнить, женщины вот прям на раз, на всех пальцах, на руках могут перечислить, вот такое. Ну, потому что мужчины ходят, если за покупками, они ходят по списку, со списком, но. Понятно, понятно с вами, еще раз спасибо большое за песню, за песню. Спасибо вам. Да, Александр, приходите с новыми альбомами к нам, пожалуйста, мы будем с новостями слушать. Ладно, приглашайте. Да, спасибо. Все, а сейчас, кстати, послушай теперь ты тоже и я, и вы уже телезрители, потому что будут новости от тебя. А, О, пожалуйста. Мы 108, она... Если вам нужно, то, конечно, да. Правда, не поет, но хорошо рассказывает. Да, да, стараюсь.